Мы переходим к завершающей стадии нашего обсуждения. Ирина Дмитриевна, что у нас получилось? Разрешите ознакомить вас с проектом резолюции по результатам общественных слушаний. Обсудив законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации, размещенный на официальном сайте Совета Федерации, участники общественных слушаний пришли к выводу о необходимости дальнейшего совершенствования работы, направленной на укрепление традиционных нравственных основ семьи и семейного уклада, а также обеспечение правовой охраны и защиты семей несовершеннолетних детей. Вместе с тем, принятие предоставленного на обсуждение проекта федерального закона в исторически сложившихся реалиях, по мнению участников обсуждения, направлено против института семьи, в целом нецелесообразно, а может быть и деструктивно с точки зрения соблюдения прав и свобод граждан Российской Федерации. Более того, к законопроекту имеется множество замечаний правового и концептуального характера. Исходя из общедоступной информации и статистических данных, в настоящее время однозначно выделять массовость и закономерность проявления насилия в семьях на протяжении всего периода статистического наблюдения. А инструменты профилактики семейно-бытового насилия и привлечения виновных лиц к уголовной, административной или гражданской ответственности получили достаточное развитие в системе российского законодательства. Отмечено, что на сегодняшний день имеются все необходимые уголовно-правовые и административные механизмы пресечения семейно-бытового насилия. Существует и активно применяется институт лишения родительских прав. Органы опеки и попетичества наделены необходимой совокупностью полномочий, вполне достаточных для активной и эффективной защиты прав ребенка. Действуют подразделения по делам несовершеннолетних в системе МВД России. Есть судебные механизмы защиты прав детей и других членов семьи. В связи с чем попытка выделения в отдельный институт законодательства такого понятия, как семейно-бытовое, порождает множество вопросов и неизбежно влечет за собой правовую неопределенность и создает конкуренцию действующим нормам уголовного, административного и гражданского законодательства. Кроме того, в законопроекте присутствует множество размытых формулировок, которые носят обобщенный и неопределенный характер, а отдельные его положения дублируют нормы действующего федерального законодательства. На практике это создает благоприятную почту для неограниченного, бесконтрольного и чрезмерно избыточного вмешательства во внутренние дела семьи. На территории Российской Федерации уже существуют и действуют меры профилактики семейно-бытового насилия, предлагаемые проектом в качестве новеллы. Действующие законодательные нормы охватывают в том числе вопросы, касающиеся предоставления социального обслуживания при наличии внутрисемейного конфликта или насилия в семье, вопросы получения жертвами насилия бытовых, психологических, правовых и других социальных услуг. А такая мера профилактики как защитное предписание дублирует уже имеющуюся норму федерального закона об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации, объявление официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. В проекте закона также отсутствуют критерии отбора и допуска общественных и некоммерческих организаций к деятельности в сфере профилактики семейно-бытового насилия. То есть формально таким полномочиям наделяется совершенно неограниченный круг лиц, эффект от их вмешательства в дела семьи которых может оказаться непредсказуемый. Под видом такой коммерческой организации свою деятельность потенциально может осуществлять организация, преследующая совершенно иные цели, в том числе идеологического или политического характера. По мнению участников общественных слушаний, противоречие рассматриваемого законопроекта, правовая неопределенность последствий его применения, носят не только неконструктивный характер, но и дескруктивный с точки зрения сохранения традиционных семейных и духовных нравственных ценностей. Законопроект и его сегодняшние концепции не только не решит проблему семейно-бытового насилия и не позволит усовершенствовать систему его профилактики, но и будет способствовать возникновению недоверия к институту семьи, прежде всего у молодого поколения. Уважаемые участники слушаний, мы услышали ваше категорическое «нет». И таким образом, по результатам общественных слушаний, участники решили первое – не поддерживать концепцию проекта федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации. Второе – отметить не только нецелесообразность его принятия, но его подрывной характер по отношению к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, в том числе нравственным основам семьи и семейному укладу российского общества. Поэтому предлагается поставить на голосование проект этой резолюции для принятия его за основу. Кто «за», прошу голосовать. Теперь можно и похлопать. Мы заканчиваем общественное слушание. Какие есть замечания о поведении? Спасибо вам большое, всего самого доброго. Благодарим за участие. Продолжение следует...